Здравствуйте, дорогие телезрители, подписчики на канале YouTube, все мои замечательные россияне. Сегодня, находясь вот в этой теплице, как в тюрьме, мы вынуждены снимать и показывать вам то, что я обещала. Это посев моркови на спитой чай, но мы это сделаем, ну как бы, да, рядочек в теплице, потому что у нас нет другого выхода. Там льет и ничего не собирается прекращаться, а показывать уже надо. Я никогда не покупаю, конечно, там одну-две пачки моркови, у меня должен быть выбор. И я могу передумать в последний момент, соотнося свои желания, естественно, с погодой, которая сейчас и с погодой, которая будет. Выбирая либо скороспелый, для того, чтобы только поесть, либо среднеспелый, среднепоздний или поздний сорт морковки. Это очень важно. Если, предполагается, осень очень холодный, очень ранний, тогда, конечно, учитывая, что морковь, в принципе, не боится холода, но чтобы она не переросла, а вошла в силу и была посеяна и выкопана вовремя, так, как написано на этих пачках, например, да. Я, конечно, ну, среднеспелый, 85-105 дней, но не такой уж он среднеспелый, достаточно средний и поздний, я бы сказала. Поэтому для еды срочно сеем под зиму, когда замерзнет почва, бороздки готовы перед заморозками. И только тогда, чтобы семя не проросло, сеем морковку. Это для весны, чтобы в июне месяце морковка уже была. Для того, чтобы скороспелочку посеять и начать ее есть уже там в конце июля, в начале августа, выбираем такую, как амстердамская, например, да, или амстердам она называется. И мы ее посеем, конечно, в самом начале мая, до 5-го числа. День Святого Луки для морковки тоже хорош. Значит, но если морковь нужна на хранение, на длительное зимнее, тогда морковь должна быть и сама средне-поздняя или поздняя, но и срок созревания, естественно, такой же. И нам не надо, чтобы она у нас в августе в начале была готова к съему, потому что в подвале еще тепло, и мы будем страдать, если она у нас начнет снова расти. Оставляя морковку, якобы, вы так думаете, а я ее не буду выкапывать, ну и что, что у нее 90 дней, а я ее подержу 150, и вы получите горькую морковь, потому что она выпустит снова корни, она истратит весь сахар, она его просто сбросит, начав снова расти и выпуская вот эти вот лохмотья корней. Поэтому для того, чтобы морковь вовремя созрела, поздняя, мы ее будем сеять, в принципе, можно до 10 июня это делать, в принципе, да, но уже не 100, там 40 дней у морковки, да, ну хотя бы 100, там 110 дней, тогда мы все успеем правильно. У меня здесь есть самсон, есть морковь добрыня, есть, естественно, санькина любовь, это большая модница в этом сезоне, есть берликум роял, я очень люблю этот сорт моркови, детская сладкая, крестьянка, значит, есть краса девица, как я вижу кверх ногами, значит, и морковь тоже сладкая, и тоже предназначенная для еду, это тути-фрукти, это специальная серия, но посею я сегодня любимицу, которая сеют все, я так думаю, что хоть пару пачек, но все, эта морковь называется нанская 4, почему я делаю упор на этот сорт моркови, потому что нанская 4 генетически противостоит морковной мухе, И сегодняшний показ посева морковки будет единственный, больше я снимать это не буду, ни в этом сезоне, ни в следующем, запоминайте, пожалуйста, потому что это идеально правильно, для того, чтобы ни вредителей, ни болезней у нее особых не было, Чтобы она не была худая, как палка, и не была вот такая распальцованная, знаете, таких ходят, вот, нам морковка нужна красивая, ровная, достаточно крупная, чтобы и храниться могла, и чтобы, знаете, одну морковку, и все, сок готов, поехали! Так, делаю две борозды, причем они глубиной будут не очень глубокие, вот это сантиметра 3 глубиной, не более, нам более ни к чему, сейчас я подправлю все, посмотрите, значит, я ее сделаю немножко широковатой, сейчас вы поймете почему, значит, чуть-чуть широковатая, Она не просто, как бы, треугольником вниз, она будет вот примерно так выглядеть, борозда должна быть развернутой, вот такой плоской, знаете, лодки-плоскодонки, вот такая у меня борозда Теперь, внимание, вот на расстоянии 30 сантиметров, не менее, делаем вторую борозду Так, тоже делаем ее плоской, она нужна именно такая, ни в каком другом варианте Я уже столько раз это все проделала, испытала, и вам это понравится Прошлогодняя морковка хорошая, но там была проблема, что очень большая ботва, и расстояние 30 сантиметров меня даже бы не устроило, ну вот 40, вообще идеально Что теперь нужно сделать для того, чтобы не бегать с лейкой за этой морковкой, и чтобы влага сохранялась долго, чтобы семечко могло прорасти Я беру лейку, значит, снимаю душик, он мне пока не нужен, и я пролью свои борозки Обе борозки проливаю, этой влаги достаточно, земля и так еще влажная, но я пролью обязательно, сейчас поймете, зачем я это делаю Все замечательно, все, вода еще понадобится А теперь смотрите, что у меня в тазике Кроме пачек с семенами, я их уберу, чтобы они не мешали Как вы думаете, что это? Кто узнал, что это такое? Да нет, это не сухие дрожжи Это спитой высушенный чай Это то, что очень любят бактерии Это еда для них, и они в благодарность за то, что мы их кормим, будут кормить нашу морковку Это идеальное органическое удобрение И я в борозке, внимание, я просыплю таким легким слоем Ну, я постараюсь разделить это все на две борозды Мне это очень важно, чтобы каждая морковка потом получила еду от бактерий Смотрите, это все пропитается влагой И очень долго будет держаться Потому что это, знаете, как подземная мульча Типа вот так Я все использую, естественно Так, все, тазик мне не нужен Так, так Ну, выравнивать там попал на край нечаянно, ничего страшного нет Потому что это прекрасная органика, и никому она не повредит А теперь у меня в кармане целые четыре пачки этой морковки Я покажу, как распределять семечки Потому что вы как-то, знаете, по-зверски вот насеете один в один А потом еще и не проредите И что в итоге? И в итоге просто чистый караул Я высыпала семена Посмотрите, что я делаю еще Ммм, семена замечательно пахнут Это означает, что морковка всхожесть имеет минимум 80% Если семена не пахнут, можете назад в пачку и покупать новую Они должны пахнуть и достаточно сильно И теперь посев Вот я взяла на ладошку Я вот так палец фиксирую большой И буду пальцем вот так сбрасывать семена По возможности, в общем-то, не густо Если семена староватые второй год Тогда чуть погуще А я буду делать вот так Посмотрите, да Взойдут из них все равно не все, однозначно Но тем не менее И смотрите, я посею так, чтобы у меня как бы вот это плоское донце моей бороздки Было занято и справа, и слева И справа, и слева Вот это густовато чуть-чуть Знаете почему? Я сейчас объясню Почему именно так, а не по-другому Здесь очень хороший маленький секрет Который поможет вам в том смысле, что морковь будет красивая, ровная, без пальцев Не худая в облах, а та, которая нужна нам Так, сею так, чтобы как бы получилось два ряда У меня получилось два ряда Значит, один ряд с этой стороны Другой ряд вот через расстояние 5 сантиметров с этой стороны Мы когда будем продергивать, мы уберем лишнее из середины вот этого донца плоского Оставив здесь морковки и здесь морковки Услышьте меня? Я думаю, что вы услышали А теперь засыпаем Что такое засыпаем? Это значит, над морковным семенем должен быть сантиметр-полтора почвы Не более Потому что пробиться такому маленькому росточку очень и очень сложно Все, я засыпаю Старайтесь Вот тут вот, да Тут надо как бы немножко понаклоняться Ну, это ж не проблема Мы же, девчонки, того какие Гнемся во все стороны И что я делаю дальше? Всегда делаю одно и то же Все, семена практически засыпаны Поскольку мы не будем поливать сверху Это означает, что у нас они не вымоются И я всегда делаю вот так Всегда Вот у меня прям болезнь какая-то Я должна прижать почву Чтобы птички даже и не думали сюда присесть И что-то поклевать Вот так должна выглядеть посеянная борозда морковки Помните, мы сеем в широкую бороздку Обязательно оставляем морковку здесь и морковку здесь Между ними 5 сантиметров Вот это все продернем Оставим здесь через расстояние там 3-4-5 сантиметров То есть два рядочка идут рядышком, но вот так И через 30-40 сантиметров второй ряд посеянный так же И прополотый, и продернутый именно так Вот только тогда морковка не будет иметь проблем Но перед тем, как я вот это вот все вам показала За 2-3 дня возьмите и пролейте Или хотя бы борозды пролейте раствором нашатырного спирта Одна столовая ложка на 10 литров воды Во избежание появления нашей любимой морковной мухи Но если у вас расстояние между рядами Будет соблюдено, это будет 30-40 сантиметров И если вы поливать морковь будете в межи С обоих сторон грядки в межи Вот здесь можно сделать глубокую борозду Вот сюда можно поливать Вот сюда можно поливать Это же ведь не грядка, здесь же теплица Мы не можем показать в другом месте Вот тогда почва, оставаясь сухой, не даст возможности завестись даже морковной мухе Вы меня никак не слушаете И не надо сеять поперек грядки Вот грядка, вы вот так вот, как на машине строчки Нет, милые, вот так, как я показала Вот здесь 2 рядочка и здесь 2 рядочка Все, я больше не могу Я думаю, что вы меня слышите А то я сейчас разозлюсь Всего доброго и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok